Да, значит, сегодня мы постараемся обсудить те средства межпроцессного взаимодействия, которые, собственно, у нас там остались из, понятно, что их много, из того арсенала, который мы так или иначе затрагивали. Первая вещь – это таймеры. Сдается это время, как обычно, с помощью вот этих вот структур, которых отдельно задаются секунды и отдельно задаются там микросекунды или даже наносекунды в зависимости от точности таймера. То есть, допустим, у нас есть функция set-itimer. Itimer – это такой более-менее традиционный постиксный вариант интервальных таймеров, где я могу задавать таймер, который будет срабатывать по физическому времени, по виртуальному времени или по профилировочному времени. И интервал срабатывания у нас задается в виде секундной компоненты и микросекундной компоненты. То есть, нам нужно там это все к этим вещам приводить. И у нас есть интервал, собственно, it-value. Это интервал от активации таймера до первого срабатывания. И it-интервал – это интервал между последующими срабатываниями таймерами. Вот set-itimer – это такой классический таймер. Он периодически генерирует либо сиг-аларм, либо сиг-вт-аларм – сигналы, когда срабатывает. Соответственно, мы можем их обрабатывать либо перехватывая, либо устанавливая обработчик сигнала, либо делая сигнал FD и, собственно, принимая эти сигналы с помощью системного вызова READ. Что, я думаю, на мой взгляд, в большинстве ситуации, наверное, даже будет удобнее. Далее. Кроме вот такого таймера, у нас есть еще линуксовый специфичный таймер, который основан, использует механизм файловых дескрипторов, то есть не генерирует намежуточные сигналы, а сразу выдает ивенты в файловый дескриптор, откуда мы их можем читать с помощью системного вызова READ. Чем вот такой таймер? Вот у него здесь нет варианта с виртуальным временем. Он может работать только на реальном времени. То есть он чем-то менее мощный, нежели таймер, который интервальный. То есть я real-time clock здесь задаю, и дальше он у меня будет периодически генерировать данные в... То есть можно этот таймер FD рассматривать как некоторое устройство файловый дескриптор, который периодически генерирует данные в файловый дескриптор. Но что удобно у такого таймера, его можно настраивать на конкретное время срабатывания. То есть его используют как будильник. То есть нужно, чтобы какой-то ивент был привязан к календарному времени. Мы просто его ставим, ему параметр таймер FD ставим, и он в этот момент сработает. Те же самые структуры, которые задают интервалы в таймерах, они здесь вот требуют наносекундных интервалов. И очень понятно, почему в SETI таймер у нас микросекундные, здесь у нас наносекундные интервалы. Ну, так, в общем, понятно. Так получилось. При этом все равно нужно понимать, что, в общем, если у нас процесс работает с обычным неприоритетом реального времени, то есть с обычным приоритетом, таким, пользовательский процесс, который мы недонастраиваем, повышая его приоритет, либо переводя его в категорию процесса реального времени, то точность таймера у нас будет порядка миллисекунды плюс-минус. То есть там мы можем, конечно, делать задержки на 200-300 микросекунд, но такой точности он может не обеспечить. Потому что вот такие вот таймеры, они привязаны к частоте системных частот, то есть у нас есть в ядре периодические прерывания от таймера. В Linux это, в принципе, настраивается в зависимости от, динамически, в чем может настраиваться, в зависимости от настроек энергопотребления, нагрузок и так далее. Ну, чаще, чем тысяча раз в секунду, то есть чаще, чем тысяча герц, таймер не работает в системе. Поэтому ожидать здесь точность выше, чем миллисекунды, ну, для обычных процессов, наверное, не стоит. Но, тем не менее, вот они есть, и одна миллисекунда – это вполне нормальная, приемлемая точность для большинства применений. Так, это вот таймеры, которые можно использовать. Дальше. У нас есть такой механизм, который чем-то похож на пайпы. Он называется EventFD. Тоже для Linux это специфичный механизм. Это, по сути, семафоры на пайловых дескрипторах. Мы с вами с семафорами еще толком не работали, это больше к нитям, к нитиксам будет относиться. Ну, идея семафора в том, что у нас есть, условно говоря, операция read, которую семафор опускает, блокируя другой или другие процессы от входа в критическую секцию. И операция write, которая семафор поднимает, разрешая другим процессам, процессу или процессам, доступ в некую критическую секцию. Мы с вами что-то такое подобное уже делали, когда делали там разные варианты пинг-понга с помощью и пайпов, и с помощью сигналов. То есть там у нас использовался, вот если вы помните, пинг-понг на сигналов д, у нас по сути был read, когда мы ожидали того, что мы можем выполнить наш код, который там читает значение, печатает, увеличивает его. И то же самое было на пайпах, когда мы делали read, чтобы выполнить эту самую критическую секцию. Здесь в ntfd механизм специально предназначен для этой цели. Он сам по себе может быть как бы непонятно зачем существует, но это более легкая альтернатива пайпам. То есть понятно, что мы для этой же самой цели можем использовать пайпы, считывая из них и записывая в них. Точно так же будет работать. Но и в ntfd более легкие. Они нам полезны для ситуации, когда у нас там, например, будет много нитей в наших программах, потому что вот, в общем-то, нити у нас могут делиться на нити, которые обслуживают ввод-вывод, и нити, которые, например, обслуживают расчетные задачи. И от нас обычно требуется, чтобы нить, которая обслуживает ввод-вывод, могла как-то реагировать еще на какие-то события, которые не связаны с вводом-выводом, хотя бы, например, мы хотим завершить нити тогда. Это именно eventfd, это тот механизм, который нам позволяет к операциям ввода-вывода, ну, на самом деле, присоединяйте какие-то любые ивенты, которые мы хотим. То есть, скажем так, одна нить посылает в другую нити какую-то нитификацию с помощью eventfd. Это вот про eventfd. Тоже можно попробовать, попробуем задачи на eventfd. И последнее, что у нас там, что нам потребуется. Ну и, конечно же, самое ядро... А, вот пинг-пинг, да? Терминалы, ну, это там... Более-менее, как в Сароне сокете можно рассматривать. Ну и, естественно, самое, наверное, сложное, что есть с точки зрения файловых дескрипторов в API Linux, ну, или поиск, как и всего, это вот уже такие настоящие событийно-ориентированные приложения, которые читают из нескольких файловых дескрипторов, обрабатывают разные eventfd, прилетающие в разные файловые дескрипторы, то есть то, для чего нам потребуются разные варианты слепта, полу и полу таких вот системных вызовов, которые позволяют нам делать одну... Делать один процесс, который одновременно обслуживает несколько источников данных. А это, ну, практически сразу возникает такая задача. Если мы пишем на всяких языках типа Python, там от нас эта магия, на самом деле, скрывается очень часто. Те же самые асинкавейты, они все внутри, внизу, они примерно так и реализованы. Ну, нам это не показывают, но низкого уровня механизма, конечно же, вот все сводится к ожиданиям на вносить файловые дескрипторы с помощью варианта селекта пола или непола. Так, это такое краткое введение. Вот, давайте посмотрим, какие у нас задачи у нас есть. Так, давайте посмотрим. Пару задач на тайну, да, у нас там вначале есть? А, это там, ну, то. Вот, первая задача, это нам нужно сделать будильник. То, что я, ну, самый простой вариант, то, что я сказал, это мы можем использовать таймер FD, который просто возьмем и запрограммируем на время срабатывания будильника. То есть у нас здесь там тайм Т, нам задается сигнал тайм Т, время в секундах, и дальше наносекундный интервал. С другой стороны, мы можем использовать светай таймер. Но, чтобы использовать светай таймер, нам нужно получить текущее время, вычислить разность между текущим временем и временем, на которое мы хотим устанавливать срабатывание таймера, и запрограммировать однократное срабатывание светай таймера, ну, и там, соответственно, дожидаться вот этого сигнала сиглар. Опять, ну, здесь нам либо просто с помощью установки обработчика сигнала, либо с помощью сигнала FD. Как нам удобно вычислять разницу между двумя временами? Самый простой здесь будет вариант – это времена сначала переводить в линейное представление. Например, ну, просто секунду умножить на миллион и прибавлять микросекунды, у нас получится такое вот линейное представление, в котором один тик плюс один в нашем линейном представлении – это будет плюс одна микросекунда. Тогда разность между двумя точками времени – это будет просто разность вот этих вот двух чисел. И дальше, имея эту разность двух чисел, мы с помощью деления и остатка деления получаем обратно вот эту вот структуру, которая нам нужна для того, чтобы нормально использовать светай таймеры или таймеры в бэкфилит. Вот как можно делать вот эту вот вещь. Давайте, скажите, пожалуйста, кто-нибудь сделал первую задачу и готов ее показать, чтобы мы могли обсудить? Или давайте вместе делаем? Так, давайте какой-нибудь, кто у нас будет желающим сделать быстро первую задачу. Вадим, вы с нами? Да. Вы это сделали? Первую, да. Сделали, да? Хорошо. Так, так. Кто у нас? А кто ее еще не сделал? Александр, вы сделали первую задачу? Нет. Нет, давайте попробуйте ее сделать. Подключайтесь и быстро сделаем ее. Давайте. Отлично. Демонстрацию. Одну секунду. Давайте. Давайте. мне нравится вариант с таймеров деба, я бы сделал. Давайте, по крайней мере, с интервальным таймером начнем. Тут написано с этой таймер. Ну да, да, да. С интервальным таймером попробуем. Так, значит, надо с трактой таймером. Так, значит, надо с трактой таймером. Ну, там систаймераж, по-моему, да? Вам нужно, в общем, сначала получить целевое время, получить текущее время. Вычислить между ними разницу и запрограммировать таймер. На самом деле, это достаточно типовая задача, которая у нас часто возникает, когда мы делаем вот такие вот системы, которые обслуживают поток сообщений, поток событий в реальном времени. Мы можем делать реальное время с фиксированным тактированием. Допустим, там срабатывать раз в одну миллисекунду, раз в десять миллисекунд. Можем делать реальное время с переменным тактированием, привязанное к ивентам, которые мы ждем. То есть, если мы делаем с переменным тактированием, нам все время нужно будет делать операцию определение времени, которое мы хотим проспать до следующего этапа. Смотрите, где-то time of day. Там, по-моему, в командной строке или на S2? Нет. В S2, да? А, да, на S2. Ну, я вот не знаю, time, t, какой-то тайный плодок или... Ой, слушайте, считайте в два лонга, считайте, хуже не будет. Или лонг, лонг, или лонг. Ладно. Так. 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 Так, с этой таймер у нас требует структуру... Айтаймер вал. Вот я сказал там, что у нее есть время, нам нужно просто будет время до первого срабатывания IT-верги, который параметры называется. Таймер вал – это момент времени или сейчас? Или промежуток времени? Это промежуток. Здесь все промежутки. так. Так, сейчас у нас сет отдается нам момент времени, в который мы должны, и мы должны момент времени взять разность текущим временем и получить... Да, именно так. Нам нужно... Нам нужно дается целевое время, нам нужно взять разность между текущим и целевым. 、「 структуру» на миллиондут... ... «Сотра» 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 Так, меня слышно? Или у меня вылезет интернет? Слышно. Так, ну вот момент времени, в который мы хотим... А второе число это наносекунду. Получается, мы считаем это как тайм-пост на... 10 девятый. Так, на 10 девятых плюс миллисекунды. Так, нам нужно получить текущее время. Получается. Так, ставим у нас получается секунду. Сейчас, как получить время, точнее, чем в секунду? Get time of day. Get time of day. Такое вот одним словом пишется. Такой системный вызов. Так, ставим у нас. Ну... Так... 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 Так. Так. вот вас возвращается time вау структура то есть секунды и читами 3 секунды возвращать да то есть от такой api там часть микросекундные часть наносекундные нужно всегда смотрите Ну, приведем опять миллисекундам, и timeVal дает нам результат в миллисекундах, поэтому timeValueSecond умножить на еще тысячу. Так, current-next это то время, которое мы должны передать set i-timer. Да. Да. А, тоже в виде timeValue. Так, timeValue, точка, current-next, 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 current-next. А, и тут нам нужен интервал, первый value. Так, а, последнее событие. Хорошо. Так, timeValue.com. Так, timeValue.com. Так, timeValue.com. Так, timeValue.com. Так, timeValue.com. нужно только один раз событие сделать про мин раз да так ну сейчас он будет постоянно выдавать ну ну можете использовать параметры лет до с этой таймер устанавливает таймер он будет там подавать у сиглара вам будет приходить до установки таймер да 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 Продолжение следует... 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 Там просто пишут, что не определены эти функции. А, нет, смотрите, вы на самом деле не туда смотрите. Эти ошибки, которые там видите, это ошибки линкера, а не ошибки компиляции. То есть оно у вас нормально скомпилировалось, а если посмотреть документацию на вот этот вот POSIX Set Timer, там требуется, чтобы было минус LRT в этой компиляции. Давайте я сейчас добавлю и перепроверю. Ну, откройте тогда свое решение, по крайней мере, в тех местах, где вы с таймером манипулируете, чтобы можно было посмотреть, обсудить. Так, я добавлю сейчас. Таймер create, POSIX CPU таймер, а зачем два у вас там таймера? Ну, я сначала делал для старого условия. А, все, тогда, наверное, нужно будет почистить. Чтобы упростить. Так. Сейчас найду флаги, что ли. А, вы USR1 и USR2 себе посылаете, да? Все, я понял. Так. Продолжение следует... Так, вот она теперь скомпилировалась, но не смогла. То есть дальше уже нужно разбираться, почему она не смогла. Так, библиотеку добавила. Значит, давайте посмотрим, что вы делаете. Где у вас обработчик сигнала? Обработчик это принтласс. Сейчас я переписываю немного. Посмотрите внимательно на ваш цикл, который в 31 строке. Кто может подсказать, какая здесь в этом цикле ошибка? Это я сходу... Видимо, это переполнение. Опять-таки переполнение. Когда вы умножаете два беззнаковых, вы там просто переполнитесь в какой-то момент. Да и аккуратно с этим. То есть проще, я думаю, проще просто один раз посчитать корень из х и плюс один и считать до него. Ну вот, если вы... Сейчас, если изменить его на лонг-лонг, это должно работать? Должно. Поэтому это просто... По крайней мере, здесь. Ваш выводится... Оно отрабатывает 0,8 секунды. Это все правильно отрабатывает. Но каждый раз выводит нули. То есть неправильно считаете простые числа. Давайте еще раз попробуем. Сейчас перед дефимеров почему-то. Сейчас почему-то презентация, наверное, выводит. Смотрите. Давайте еще раз посмотрим last prime. Print last. Print last где вы вешаете на обработчик сигналов? Сейчас 40... Нет. 42-я. Print last. Last prime. Ну, у вас всегда... Вы можете запостеревать. Там же какие-то... Прям... Данных. Интернативы, например, от трех до миллиарда. Ну вот оно, по идее, выводит 8 чисел из their heads. С оптимизацией скомпилировали? Нет. Сейчас попробую. Давайте. А, там волотайл нужно, видимо. Запускайте. Хотя работает. Работает. Ну, да, здесь волотайл не хватает, по идее. Поставьте волотайл, да, по крайней мере. Сейчас оптимизация. Ну, это 103 компилировалось, и странно, что оно работало. Ну, вроде работает. Попробуйте такой вариант. Да. Да, теперь работает. Вот там. Вот еще, пожалуйста, такая вещь, которая... Ну, значит, понятно, что какие-то есть особенности оптимизации на разных вентиляторах, которые мы... Давайте еще раз подчеркнем, что здесь все было плохо. Иначе, скорее всего, основная программа оптимизирует записи в глобальные переменные. Вот что я, скорее всего, думаю, что запись в глобальную переменную выносится из цикла поиска, из цикла. Так что, вот такой момент. Плюс еще переполнение. Так, ребят, вопросы. Понятно вам, что мы здесь сделали, что не получилось, и что мы исправили? Сейчас таймер клеят, он что создает? Таймер клеит... Создает какой-то таймер. Вот у нас есть вот этот вот таймер-т, этот айдишник таймера, ну, какой-то его, который мы его строим с помощью таймер-клея, создаем. Там cpu-тайм-айд, это будет таймер времени cpu, и пусть какие-то аргументы, которые ему указывают. Ну, с таким же успехом можно и таймер делать, но тут можно и таймер-клеять делать, пожалуйста. Таймер-клеять чуть-чуть помощнее. Косик с таймером. А в Sega Action нужно было там SA-флаг какой-нибудь, рестарт? Ну, вообще тут вроде просто нет вызовов, чтобы... Здесь, в общем, неважно, нулевые флаги вполне нормальные. Ну, вот в этом коде принтэф в обработчике сигнала это нормально, потому что, ну, он редко вызывает. Основная программа не делает принтэфов. То есть у нас в чем проблема с принтэфами? Они не должны быть одновременно в синхронном коде в основном. У нас не только в синхронном коде, не каждый блок. Хорошо. Тогда давайте... Так, ну, давайте уже, если вопросов нет, закончим. Еще есть вопрос, который не по задаче, а в принципе. Да. Возможно, как-то замедлить определенный процесс, чтобы именно выполнение, а время шло так, как обычно. То есть, например, чтобы тестировать эту задачу. Или такого способа нет? Какого-то общего. Вы хотите, условно говоря, замедлить процессор, да? Чтобы процессор... Чтобы было... Что-то подобное. Ну, я думаю, что можно запускать по какой-нибудь виртуалкой, типа там а-ля QM, и в этой виртуалке задавать какую-нибудь там более низкую частоту работы процессора. Я думаю, что это, скорее всего, можно. Но вот как это сделать, уже конкретно, я сейчас не скажу. Хорошо, понятно. Ну, по-моему, это более... Так, тогда у нас, значит, все у кого-то может быть в мастер-каникул. И уже после мастер-каникул с вами будем разбираться с Никитей и параллельно с международными людьми. Все. Спасибо, тем, кто пришел. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...